Итак, дополнение за гранью света выходит уже буквально на днях, и я готов поспорить, что у многих из игроков остались вопросы о том, как развивались сюжетные события в Destiny 2 за прошедший год, со времён дополнения Обитель Теней. Что ж, в этом видео я расскажу тебе о главных событиях года максимально понятно и без воды. Меня зовут Джонни Лейни, поехали! Дополнение Обитель Теней открывается с сюжетной миссией, в которой мы выполняем задание Авангарда на Луне. Предстоит проникнуть и изучить некую Алую Крепость, которая возникла на Луне по приказу Саватун. Во время боя наш Страж обнаруживает в недрах Луны куда большую угрозу, чем Крепость Улья – Пирамиду Флота Тьмы. В самом же деле Эрис Морн нашла эту пирамиду раньше и теперь она посвящает нас в свои планы. Мы должны найти способ проникнуть внутрь корабля пирамиды. Авангард тем временем поднимает тревогу и оповещает жителей последнего города о приближении Флота Тьмы. На протяжении всей сюжетной линейки дополнения наш Страж сражается с кошмарами прошлого, которые одолевают не только его, но и Эрис Морн. Так мы, например, сражаемся с Кротой, Омнигул и другими могучими существами, которых некогда повергли. С помощью специальных артефактов и брони Страж проникает на корабль Тьмы. В нашего призрака вселяется сама Тьма и говорит с нами через него. В одном из залов мы обнаруживаем странный артефакт в руках женской статуи, при приближении к которому нас окутывает видение, в котором с нами также говорит Тьма. Вот и ты! Мы услышали твои мольбы о помощи. И мы ответим тебе. Кто же ты? Ты не узнаешь нас? Мы не друзья тебе. И не враги. Мы твое спасение. После этого артефакт изучает сама Эрис. Она сообщает, что он связан с сигналом с Черным Садом. Во время событий рейда Сад Спасения мы проникаем в Сад и, сразившись с Вексами, находим еще одну пирамиду. Внутри вновь такая же женская статуя. Эрис Морн в это время проникает в первую пирамиду на Луне и взаимодействует со статуей, получив после этого некую силу. Уничтожение нашей командой Вексов в рейде Сад Спасения спровоцировало нападение армии Вексов из Сада на Луну, руководит атаками, вернувшиеся в Вечный Разум. Икора прямо в городе возводит портал, который позволяет сотням стражей сражаться против Вечного Разума во всех временных линиях. Таким образом, нам удается остановить атаку Вексов. Другой могущественный варлок, Осирис, находит будущее, в котором видит пирамиду, разрушившую последний город. По его расчетам, это должно было случиться через 20-30 лет, но определенные события внезапно значительно ускоряют процесс. Осирис отправляется в последний город, чтобы связаться с Авангардом. В отсутствие Осириса на Меркурий проникают три псиона-сестры Красного Легиона и захватывают устройство Солнечные Часы. Они раскалывают время в попытке возродить Красный Легион для новой атаки. Авангард отправляет стражей для того, чтобы помешать этим планам. Осирис признается, что сам создавал Солнечные Часы для того, чтобы вернуть к жизни павшего товарища, Титана Сейнта-14. Но у него так ничего и не вышло. После чего мы решаемся помочь ему и находим Сейнта в одной из проекций прошлого. После того, как мы спасаем его, он отправляется в город. Возвращение Сейнта-14 взбудоражило жителей города. Он жадно просит рассказать нас все, что случилось за последнее время, сам делится с нами воспоминаниями и общается с Шаксом и Осирисом. Шакс! Какая встреча! Сейнт-14? Я думал, ты погиб. Брат, я всегда тебя терпеть не мог. Но это у них надолго, Страж. Успеешь прокатиться туда-сюда по вселенной. Шакс! Горнила! Что ты с ним сделал? Уверен, у тебя есть дела поважнее, чем слушать их разборки. Это не то горнила, из которого вышли мы с тобой. На это ушли многие годы, но после сумеречной бреши все переменилось. После этого мы вновь оказываемся в коридорах солнечных часов, где находим свою могилу и фрагмент древнего оружия, винтовки Бастион. Уничтожив всех сестер Псионов, мы получаем доступ к ядру солнечных часов, начав тем самым процесс небесного восстановления, накопления ядром некой энергии. После того, как процесс завершен, мы зажигаем маяк на Меркурии. В игре это открывает ивент «Испытание Осириса». Сам же Осирис тем временем отправляется на Марс, к Распутину, чтобы выяснить, на чьей тот стороне в битве с тьмой. Давно не виделись, старик. Башня смотрит на тебя и видит бога. Но я вижу зверя. Убийцу. Предателя. Ты знаешь, почему я покинул бесконечный лес? Что видел? Эта система раскололась. На одной стороне свет, на другой тьма. За кого ты? Завала и Анна Брей засекают небольшую диверсионную группу Кабал, проникшую на зависший со времен событий оригинальной сюжетной кампании корабль Всемогущий. В попытках выяснить их намерения, они узнают, что Кабал активировали протокол самоуничтожения Всемогущего и задали кораблю координаты на планету Земля, прямо на последний город. Анна Брей сообщает нам, что у Авангарда есть лишь один шанс остановить надвигающийся корабль, вмешательство военного разума Распутин. Но его орудия разбросаны по разным уголкам системы, поэтому мы должны проникнуть в несколько засекреченных бункеров и вернуть Распутину управление над установками. Завало с недоверием относится к тому, чтобы вновь вооружить Распутина. Однако иного выбора на спасение у города нет. В одном из старых бункеров Распутина мы натыкаемся на данные о Железном Лорде Фелвинтере, получаем его дробовик и выясняем, что Фелвинтер был создан самим Распутиным для изучения людей, чтобы тот был его глазами в городе. Однако после смерти Фелвинтер был воскрешен призраком и стал стражем, потеряв память. Распутин утратил контроль над ним, а потому пытался уничтожить, что в конечном итоге ему все же удалось с помощью приманки технологии Сива. В ходе квеста на дробовик «Ложь Фелвинтера» Распутин признается нам, что он сожалел о том, что он сделал с Фелвинтером. Это открывает ИИ с новой стороны, показывая, что он способен на нечто большее, чем просто холодный военный расчет. После такого откровения «Авангард» стал легче доверять Распутину. Завершив подготовку орудий военного разума, город с замиранием сердца наблюдал за тем, как корабль всемогущий был уничтожен на подлете к земле. Угроза миновала. А в бункере Распутина загорается дисплей с отслеживанием кораблей флота Тьмы. Завало приходит к Распутину и обращается за помощью в подготовке к приходу флота Тьмы. Они заключают союз. Последний сезон третьего года под заголовком «Прибытие» открывается скат-сцены, в которой нам показывают попытку Распутина остановить флот Тьмы. Распутина «Прибытие» Распутина «Прибытие» Распутина «Прибытие» Распутина «Прибытие» Распутин бессилен, тьма здесь. Завало отправляет стража на Ио. Именно там находится Эрис Морн, связь с которой была утеряна. Страж ощущает не только влияние Тьмы, но и оказывается в тронном мире Саватун, королевы одержимых. Выбравшись из него, мы находим Эрис, раненой под древом серебряных крыльев. И забрав семя древа, отправляемся в город. Эрис сообщает Завале, что при попытке контакта с Тьмой в дело вмешивается Саватун, и нам нужно быть предельно осторожными. «Что ты нашла?» «Она нашла меня. Тьма обращается к нам, но что-то ей мешает. Ее послания нам искажены». «Вот как?» «Сестрой одержимого короля Орикса, ведьмой... Саватун». Полученное нами на Ио-7 от Древа Серебряных Крыльев становится сезонным артефактом, и лишь с его помощью герою удается вырваться из путешествий по тронному миру Саватун. Пытаясь узнать больше об истинной природе Тьмы, Скиталец предлагает Стражу возможность посетить Девять в их собственном мире с помощью портала на его корабле и задать им вопрос, что такое Тьма. Эти события происходят за время прохождения подземелья Откровения. В Откровении Девять указывают на несколько точек, которых в скором времени коснется Тьма. Ио, Титан, Меркурий, Марс. А также намекают на влияние в городе грез, показав трон королевы Марысов. После этого на протяжении сезона Страж работает вместе с Эрис в Колыбели у Древа Стальных Крыльев, помогая ей расшифровывать послание Тьмы, которое так тщательно скрывает Саватун. Флот Тьмы вторгается в Солнечную систему, и пирамиды появляются над Титаном, Меркурием и Марсом. Мы отправляемся в эти точки, чтобы помочь эвакуироваться Ашеру, брату Венцу, Ане Брей и Слоун. Мы помогаем им собрать данные, однако в конце концов лишь Анна Брей соглашается покинуть планету. Остальные персонажи отказались эвакуироваться. После этих событий Страж возвращается к Эрис, чтобы завершить работу над расшифровкой сообщений Тьмы. Но в очередной раз посетив тронный мир Саватун, сталкивается с Нокрисом, отвергнутым сыном короля Орикса. Сразив столь мощного союзника Саватун, Страж не может сразу выбраться из странного мира назад к Эрис и оказывается в новом видении, подаренном ему тьмой. Через призрака она говорит со Стражем. Видишь, как мы и говорили, свет — это слабость, это поражение, это смерть. Но что забирает свет, то дает тьма. Ты больше не будешь пешкой. Тебе больше не придется смотреть, как погибают те, кто тебе дорог. Помни, тьма — это сила. Это победа. Это жизнь. Древняя сила ждет тебя на Европе. Итак, древняя сила ожидает нас на спутнике Юпитера в Европе. Что произойдет дальше, мы узнаем только 10 ноября. Нам предстоит овладеть силами тьмы, встретиться с Эгзо-незнакомкой после столь долгой разлуки и разгадать самые сокровенные тайны далекой луны Юпитера. Надеюсь, мое видео помогло тебе хоть как-то сориентироваться в происходящем и освежить память. Не забудь поставить лайк, поражать подписку и не пропусти следующее видео. До связи.